Вот это та самая небольшая река Альма, которая во время Крымской войны стала известна всему миру. Ее название выбито на памятниках в Лондоне и Париже и вошло в историю как Альминское сражение. Публики представляют участников Альминского сражения. Сегодня, как и 164 года назад, на поле идет бой. Только сейчас это реконструкция. А тогда, в 1854-м, было начало русско-турецкого конфликта. Когда стали очевидны успехи русской армии, особенно флота, в войну вступили объединенные силы Англии и Франции. Их целью было не допустить усиление России в Черном море. Сражение происходило после того, как союзники высадились под Евпаторией. Русская армия вышла от Севастополя, чтобы встретить его в поле. Собственно, подготовила позиции. Секция «Холд». Для правильного бауна. Взять. Для правильного рауна. Для правильного рауна. Общаются и дают команду на языке страны, армию которой представляют. Русские пытаются дать отпор противникам, пользуясь численными техническим превосходством. Англо-франко-турецкие войска побеждают. Британская армия была вооружена в основном на Крымскую войну нарезным оружием 1951 года, образца 1851 года. То есть стреляла она нарезной пулей примерно на 800 метров. В то время, как и русская армия, она в принципе, большинство было переделочное ружье образца 1927 года, гладкоствольное, стреляла где-то метров на 250. Похвастаться обилием военной техники русская армия тогда не могла. Полевой артиллерийский расчет – шестифунтовое полевое оружие, с помощью которого давали отпор противнику. Русские солдаты называли эту пушку «царицей полей». Она наносила урон картечью и ядрами. Но ее оказалось недостаточно. Печальный итог для русской армии и Крымской войны. Почему? Потому что основные силы были сосредоточены под Петербургом. Была Дунайская армия, которая больше была севастопольской. Она только в финале, уже ближе к концу обороны Севастополя была переброшена в Крым. Большие силы были на Кавказе и в Закавказе. Большие силы были сосредоточены на Дальнем Востоке. То есть страна большая, а обладая мощным флотом, Великобритания и Франция, они наступали со всех сторон. Русская армия несла большие потери. Было много раненых. В этом историческом сражении впервые в истории появились медицинские сестры, спасающие бойцов на полях сражений. На поле Альминского сражения отличилась Дарья Севастопольская, благодаря тому, что она была рядом и она обеспечивала подвоз чистого белья бойцам. Это был первый момент помощи раненым во время Крымской войны. Долгий бой хоть и был проигран, но замедлил продвижение противника к Севастополю. Это позволило русской армии лучше подготовиться к его обороне, которая стала одной из самых героических страниц истории Крыма. Прямо сейчас мы находимся в центре самой жестокой битвы позапрошлого века. Французы, англичане, русские и турки на одной площадке. Альминское сражение уже вошло в историю как одно из самых кровопролитнейших. Все это поле было залито солдатской кровью. София Шикурова, Виталий Голубев, телеканал Миллет.